на чем держится кипа у кого есть голова кипа держится конечно на 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 голове но я так понимаю что вопросом более глубокий на чем держится закон уношение кипе скорее всего на чем на самом деле основан закон о покрытии головы у мужчин это вопрос очень принципиально очень важный и достаточно обширно если мы посмотрим с вами какие-то источники древние то есть скажем так мишна мидраж скажем так 2000 лет назад устная тара то там даже есть может быть доказательства что люди мужчины я имею ввиду мужского пола потому что насчет женщины это отдельный разговор там это заповедь истории покрывать волосы замужней женщине а что касается мужчин то там слышится очень даже что возможно и не покрывали голову в какой-то период но с другой стороны и в зоре и в ряде других источников приводится что это очень важный элемент может быть даже некоторые считают что это обязанность мужчине покрывать голову чем это связано в талмуде в нескольких местах и в самом зоре написано что это приводит к богобоязненности и даже рассказывается история про одного мальчика который в будущем станет великий мудрецом томи торы раби нахман барыц хак которому при предсказатели его матери сказали что он будет вором и мама его покрывала постоянно голову и просила его не снимать головной убор один раз только случилось такое что ветром сдуло его головной убор и он моментально совершил грех он на самом деле увидел что над его головой раз растут финики это была чужая пальма он вскарабкался быстро на пальму и буквально зубами отгрыз гроздь фиников то есть эту тему можно продолжать но в двух словах я только могу сказать что в наше время это показатель богобоязненности про баба показатель принадлежности еврейскому народу и не обязательно таки может быть кипа это может быть любое головное покрытие и и даже если она с отверстиями с картинками и с козырьком